Ну вообще, счастье теперь мне привалило. Вот такое. Тарелки – вполне подходящий вариант, чтобы выплеснуть негатив и зарядиться положительными эмоциями. Бросая их в стену, можно кричать и бить их сколько душей угодно. Главное – делать это не дома, а в специальном месте. Благо, такое есть в парке Ривьера. Для педагога первой гимназии Юлии Жиба такой антистресс в новинку. Теперь она знает, куда приходить за перезагрузкой. Вообще, я очень рада такой представленной возможности, что получилось выплеснуть весь негатив за накопленный год. Хотя в конце лета его уже осталось все меньше и меньше, и пойти с хорошим настроением в новый учебный год. Положительными эмоциями зарядились и дети, ученики первой, восьмой гимназии и 85-й школы. Вместо тарелок в их руках оказались пушистые кролики, которых можно гладить и кормить в контактной зоне зоопарка Рио. А еще козы, морские свинки и кенгуру Тайсон. Он свободно разгуливает по территории зоопарка. Познакомились дети и с крокодилом, но через защитное стекло. Это нильские крокодилы. Нильский крокодил является самым опасным крокодилом в мире, потому как он вырастает более 5 метров и способен съесть больше всего в лесу. Урок зоологии для ребят провел заведующий зоопарком. Он рассказал не только о нильском крокодиле, но и о других экзотических животных, обитающих в Рио. А их более 50 видов. Кстати, недавно в зоопарке случилось пополнение. У лемуров Джуси и Джулиана родились два малыша. Администрация зоопарка приглашает всех принять участие в конкурсе и придумать им имена. Буквально в течение одной недели у нас будет запущено небольшое мероприятие в сети Инстаграм. Каждый желающий, неравнодушный человек может принять участие и помочь нам подобрать имена для ремонта. У нас появилось два мальчика, поэтому мы объявим, на какую букву будем подбирать имена. И лучше, конечно, имена будут разыграны. И будут, я думаю, что у нас также будут разыграны призы и какие-то экскурсии. Специальные подарки к началу учебного года подготовил и сочинский дельфинарий Парка Ривьера. На шоу дельфинов предоставляется скидка. 30, 31 августа и 1 сентября у нас акция для детей. Скидка 50% дети от 5 до 18 лет. Детки до 5 лет бесплатно, но в сопровождении взрослого. Кроме этого, для всех школьников 30, 31 августа и 1 сентября будет бесплатный вход в интерактивный музей занимательной науки «Гениум». Дети смогут совершить экскурсию в мир современной робототехники и узнать интересные факты из анатомии человека. Посещение этих выставок возможно только в сопровождении взрослых. Кстати, провести время с пользой в «Гениуме» детям можно не только семьей, но и с учителями. Им тоже необходимо зарядиться позитивными эмоциями перед школой. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.